Сегодня я приглашаю вас посетить одно из самых красивых мест Ульяновской области, село Проломиха. По одной из легенд, основано село в середине 17 века в связи с постройкой Симбирской засечной черты. В основе названия слово «пролом» – пробитое проломанное место в стенах в валу крепости. Еще в прошлом веке в селе кипела жизнь. Сегодня же от некоторых домов не осталось и следа. Вот на этом месте стоял дом моей бабушки, а сегодня остались только цветы из моего детства, золотые шары. Дорожка, по которой когда-то местные ребятишки бегали за ягодами, почти заросла. А это домик прабабушки, такой родной и крохотный, еще стоит, но уже не ждет никого в гости на свое крылечко. Жилые дома по старинке украшены конскими подковами. На счастье! Издавна село Проломихово разделено на улицы со своими народными названиями. Букинконец, Кочетовка, Тасимовка, Вороненково, Фабрика и другие. В Проломихе находятся живительные родники, за водой из которых приезжают люди со всей области, ведь местная вода обладает целебными свойствами и мягким вкусом. Уникальные и целебные свойства воды проломихинских родников были доказаны исследованием взятых проб в лаборатории. Пройдя по этой тропинке, можно выйти на попов родник, на него ходили служить на крещение. Еще в Проломихе есть барский родник, около барского поля, и осколок, из которого боятся пить, так как вода в нем очень студеная, если попьешь, заболеешь. В 1928 году вот на этом самом месте был построен каменный храм. В храме было два престола. Главный во имя архистратига Божия Михаила в пределе, во имя священно-мучников в Херсоне. Поэтому главный праздник в селе Проломиха – Михайлов день. Внутри церкви все убранство было ярким, лики святых позолочены, само помещение было очень высоким, стены расписаны ликами святых, наверху была колокольня, где висел колокол и оповещал прихожан о службе. В 1964 году Михайло-Архангельская церковь была полностью разрушена, и на сегодняшний день от нее осталась только вот эта фотография. На месте церкви был открыт памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Из Проломихи на фронт в начале войны ушли 254 человека. 138 наших земляков погибли. Их имена начертаны на мемориальной доске памятника. В 1977 году в Проломихе был открыт Дом культуры, который и по сей день радует местных жителей своими мероприятиями. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Крыша местного клуба стал зоной обитания ласточек. Здесь же находится и библиотека. Село окружено горами, покрытыми лесами. ПЕСНЯ Одна из них называется Маковка. Вторая гора – Ленивая. Вот она, самая высокая гора – Маковка. На ней находится болото моховое, которое не замерзает даже зимой. Мох из этого болота используют для строительства. Вдоль горы протекает речка Тала. В 1723 году на берегу реки Талы была основана бумажная фабрика Нижегородским купцом Еремеем Масленниковым, а к ней куплены крестьяне. В 80-х годах фабрика перешла к тестью Масленникову Михаилу Воронцову. Тот, в свою очередь, передал фабрику в наследство сыну Андрею Воронцову. Так и переходила фабрика из рук в руки, пока не досталась жестокой владелицы Ульяновой. О каторжных условиях труда свидетельствовали многочисленные волнения на фабрике. В 1847 году выкупил тальскую пищевым бумажную фабрику революционер-демократ, поэт и публицист Николай Платонович Огарев. Он не случайно выбрал данную фабрику, ведь на ней часто случались крестьянские волнения. С приездом в село Огарева рабочим на фабрике стало намного легче. Его усилиями в селе были открыты больница и школа. После пожара на тальской фабрике в 1855 году Огарев покинул село Проломиху. На сегодняшний день сохранились развалины, дача-усадьба Огарева. Именно здесь Николай Платонович написал поэму «Зимний путь», стихотворение «Искандеру», стихи «Заря подруга Мус», «Весною» и другие. Здесь бывал писатель-мемуарист Анинков, композитор Кашперов и его жена-певица Кашперова Бекетова. В 1976 году открыт памятник природы, в который вошли реликтовые леса, примыкающие к бывшей усадьбе Огарева. Общая площадь которого составляет 244 гектара. Еще один изумительный родник находится возле дома Огарева. Его называют фонтан. Он берет свое начало у подножия горной Маковки. В 1930 году организован колхоз «Новый путь». Уже через несколько лет после образования колхоза в него вошли 330 хозяйств. Насчитывалось более 200 коров, 124 лошади, посевной площади более 1000 гектар. В 1989 году в Проломихе появился новый колхоз, который стал носить имя Николая Платоновича Огарева. Издавна в Проломихе процветало семейное ремесленничество. Слава местных мастеров шла далеко за пределы села. Изготавливали сани, бочки, клали печки, рамы для окон и наличники. Некоторые сохранились и по сей день. Вот и закончилось наше небольшое путешествие по селу Проломиха. Если вы когда-нибудь побываете в Ульяновской области, обязательно посетите один из красивейших ее уголков. Поистине замечательный памятник природы – село Проломиха. Редактор субтитров А.Семкин